Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город». В Чебоксарах почти два месяца действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Как она работает и сколько теперь чебоксарцы платят за вывоз мусора. Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней передаче. С 1 января будущего года по всей стране начнет действовать мусорная реформа. Главный принцип новой модели – за сбор, транспортировку и утилизацию отходов отвечает одна организация – региональный оператор. В каждом субъекте он один или несколько. 214 операторов в 80 регионах уже определены. В Чувашии это компания «Экоцентр». Наша республика вошла в число пилотных регионов. Новая система работает с 1 октября. Тариф на вывоз мусора сложился из трех компонентов. Работа самого оператора, транспортировка мусора и захоронение на полигоне. Сумма – 74 рубля 44 копейки в месяц. Расчет идет не по количеству квадратных метров, а по числу прописанных человек. Если говорить об изменении, да, или, как сказать, как повлиял на общий платеж граждан внедрение вот этой новой коммунальной услуги, то следует отметить, если были большие квартиры, значит, и проживало небольшое количество человек, то у них увеличения, конечно, не будет. Но в тех маленьких квартирах, если были прописаны много человек, то там, конечно, у них будет рост платы. Тем не менее, от этого мы никуда не уйдем. Значит, все-таки, наверное, мы считаем, мусор образует люди, а не размеры квартир. Из чего складывается тариф и как должна работать система, мы выяснили. Но как все происходит на самом деле? Об этом мы поговорим с руководителем регионального оператора Виктором Владимировичем Лугуновским. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот почти два месяца мусор в Чебоксарах увозят по новым правилам. Расскажите, пожалуйста, как прошел процесс перехода и как давно началась подготовительная работа? В настоящий момент идет переходный период, когда целый регион переходит на новую систему обращения с отходами. Хочу отметить, что, к сожалению, нормативная база не предусмотрела систему передачи информации о потребителях региональному оператору. И формирование информационной базы нам приходилось делать самостоятельно и практически вручную. Вот именно этим и мы занимались до перехода к началу деятельности. Процесс не просто трудоемкий, а очень трудоемкий. У нас нет в регионе ни одной организации, которая бы собрала в том виде, который необходимо нам для работы, информацию о всех потребителях нашей услуги. И этот процесс продолжается, и он будет продолжаться, наверное, достаточно длительное время. Именно это и не прописано в законе. То есть, естественно, мы обратились во все органы исполнительной власти, мы обратились в налоговую службу, объяснили, в чем ситуация. Но так как опаздывает, так сказать, законодатель и нет алгоритмов передачи, нет обязанностей передачи, конечно, к сожалению, нам пришлось самостоятельно собирать ее. Кроме сбора вот этой огромной базы, какая еще работа проводилась? Ну, работа регионального оператора очень жестко регламентирована. Нам приходится заниматься и актуализацией территориальной схемы. Нам приходится выяснять, где на самом деле по всей республике находятся контейнерные площадки, контейнеры. Какие эти контейнеры, сколько образуется мусором. Нам приходится заключать договоры с мусороперевозящими компаниями. Очень точно и четко контролировать их работу, потому что законы, которые сейчас регулируют работу в этой области, они ужесточились. Ну, например, приведу простой пример. На сегодняшний день перевозчик не имеет права работать, если его специализированная техника не оснащена GPS-навигацией. То есть сейчас ведется работа по переводу данных поступающих отходов на полигоны, которых у нас на территории республики 11 штук, в нашу единую информационную систему. Все это систематизируется и в режиме реального времени все передается контролирующим органам исполнительной власти. В первую очередь, конечно, службе по тарифам, которые собирают всю эту статистику. Ну, раз мы коснулись уже тем перевозчиков, вот скажите, как налажена с ними работа? Договоры, которые мы заключаем с перевозчиками, они стандартизированы. Есть стандартный договор, который прописан в постановлении правительства, и отступление от него, оно может быть только в очень небольших пределах. Перевозчики, кроме GPS-навигации, которая не просто должна быть, а должна быть в нашей информационной системе. То есть мы должны постоянно мониторить передвижение специализированного транспорта, мы должны постоянно мониторить заезды транспорта на те полигоны, которые указаны в территориальной схеме, разработанной Министерством природы. Мы должны контролировать, чтобы поток отходов не уходил куда-то в овраге или на какие-то базы, где они сжигаются и так далее. А вот касательно именно Чебоксар, столицы Чуваши, со сколькими перевозчиками вы заключили сейчас договор и со сколькими нет? То есть сколько было до вашего прихода и сколько сейчас по факту работает? По нашим данным, до нашего прихода было около 10 перевозчиков. Из них где-то 5 остались. Вот их стало в два раза меньше? Да, но они стали крупнее. Все верно. То есть они увеличились? Да, они увеличились. Некоторые перевозчики закупили новые машины и продолжают работать. Насколько я знаю, их все устраивает. Первые месяцы отработали, сейчас мы отладили все системы вывоза, всю логистику выстроена. Логистика вся выстроена так, как удобно для работы и для потребителей. Ну и, по-моему, сейчас сбоев с вывозом или нет, или практически нет, потому что это один из параметров, которые я лично контролирую. И в ежедневном режиме жалобы потребителей, то есть они неуклонно снижаются. То есть если мусор не вывозится, жители могут звонить рекоператору? Более того, это их, на мой взгляд, гражданский долг – позвонить, зафиксировать. Мы предусмотрели удобные мессенджеры, это Viber и WhatsApp на нашем сайте, которыми очень удобно. Я сам этим пользуюсь. То есть если я вижу, что где-то идет сбой, где-то идет переполнение контейнера, или вдруг крупногабаритный мусор не вывезен с контейнерной площадки, я фотографирую и отсылаю в наш диспетчерский отдел. После этого поступает, что заявка принята, все без исключения сигналы принимаются в нашу информационную систему, обрабатываются, ну и соответствующим образом реагируются, доводятся до перевозчиков и контролируется их выполнение. А вот по поводу вывоза мусора, все ли виды мусора обязан вывозить региональный оператор? Или есть какой-то вид, который собственник или желез должен самостоятельно вывозить на полигон? Да, конечно. Региональный оператор обязан и занимается вывозом только твердых коммунальных отходов с ударением на слово «коммунальных». Значит, это отходы от жизнедеятельности людей, образующихся в помещениях, и подобные им отходы от юридических лиц. Значит, такие виды отходов, как строительный мусор, порубочный материал, ну то есть это листья, это срубленные ветки, они не входят в твердые коммунальные отходы. И, естественно, туда же не входят промышленные отходы предприятий. То есть эти виды отходов должны вывозиться самостоятельно. Поговорим о обычных жителях на квартирных домах, там, не знаю, елку старую они выкинули, по традиции же елку выносят к контейнеру, или там унитаз, или делают ремонт в квартире, и у них есть там 5-6 мешков этого строительного мусора. Всегда рядышком с контейнерами ставят. Сейчас этого делать нельзя. И да, и нет. Как поступать? Да, как поступать. Конечно, если у вас испортился унитаз, и он вынесен на контейнерную площадку, то, конечно, его перевозчик вывезет. То есть это бытовой отход, и здесь, конечно, то же самое с елкой, здесь нельзя сказать. Но если, допустим, была собрана листва в каком-то парке, и лежит огромная гора рядом с контейнерной площадкой из мешков с таким видом отходов, это, конечно, не является коммунальным отходом. И это должно вывозиться по отдельному договору с отдельными организациями на возмездной основе. А вот как разделить вы имеете в виду? Да, как разделить, и как понять, кто это выкинул? Может, просто кто-то мимо там проезжал, поставил рядом с контейнером 10 мешков и уехал. И как бы не найдешь ведь. Так и будет стоять? Согласен. Эта проблема сейчас есть. Эту проблему мы пытаемся совместно с органами местного самоуправления решить, придумать, каким образом действовать. Потому что действительно очень сложно заставить нерадивых потребителей, так сказать, заказывать вывоз того мусора, который не является коммунальным отходом. В каждом случае разбираемся индивидуально. Хочу вам сказать, что мы не позволим, чтобы в республике образовывались горы мусора или произошел какой-то сбой. Поэтому я считаю, что населению не о чем волноваться. Что думают горожане о новой мусорной реформе и как приход регионального оператора повлиял на процесс утилизации мусора? Посмотрим в нашем сюжете. Жители одного из дворов по улице Шевченко перехода на другую систему не почувствовали. Это один из немногих примеров, где мусорная реформа стала действовать без сбоев. ТБО вывозили регулярно и по графику с 1 октября. Людям уже пришли квитанции по квартлате, где вывоз мусора прописан отдельной строкой. Да, у меня пришло 74, если я не ошибаюсь. Да, все верно. То есть пока только так? Ну, я говорю, я одна, я не ощутила никакой разницы, если там семья из большего количества человека, возможно. Это будет дороже, в принципе, да, конечно. Но мы же все равно, как-то мусор наш обрабатывает, перерабатывает наверняка. Да, эти деньги уходят на какие-то действительности, нужные цели. Значит, мы платим все-таки за то, что они перерабатывают наш мусор. Я думаю, что мы платим по нормативу не больше, не меньше. Переход на новую систему обращения оценили управляющие компании «Чебоксар». Были сложности, когда мы напрямую заключали договор с перевозчиками. Нам необходимо было договориться с населением, что стоимость вывоза мусора именно столько, сколько нам перевозчик говорит. На сегодняшний день тариф устанавливается государством, и в этом плане будет проще населению донести. Еще один плюс – оперативное решение вопросов. Мы можем позвонить рекоператору. У него сейчас не с одним перевозчиком, а с несколькими заключен договор. То есть, если мы видим какую-то проблему на какой-то территории, то есть мы им сообщаем, они быстро реагируют и вывозят моментально. То есть, что было с предыдущими перевозчиками, иногда такие проблемы были. То машины там не хватало, то и все, чего. Схема утилизации принципиально не изменилась. Чебоксарские отходы привозят на мусоросортировочную станцию. Каждая машина проходит стандартную процедуру взвешивания и измерения радиационного фона. После мусор отбирают и распределяют. В торсырье отправляют на дальнейшую переработку, а из остатков формируют хвосты – специальные брикеты. Их отправляют на хранение на полигон. Как видим, сам процесс утилизации с появлением регоператора не изменился. Изменилось отношение. Благодаря новой мусорной реформе этот контроль за перевозчиками удалось ужесточить. Если раньше мы работали с порядка 10 перевозчиками по городу, сейчас мы работаем напрямую с оригинальным оператором. Ежедневно вся информация о количестве, о составе поступающих отходов передается оригинальному оператору. Удалось снизить количество запрещенных отходов, которые поступают к нам на объекты, потому что перевозчики чувствуют свою ответственность не перед нами, а именно перед оригинальным оператором. Про управляющие компании мы с вами поговорили. А вот действительно юридические лица, какие трудности есть при работе с ними? Вы говорили, что они и мусор свой подкидывают, чужие контейнеры сейчас как? С юридическими лицами, с индивидуальными предпринимателями, да и вообще со всеми владельцами нежилых помещений работа многократно труднее, чем с населением. Здесь мы должны не только их выявить, но и определить, чем занимаются эти юридические лица, какое количество у них расчетных единиц, а для разного вида деятельности они разные. Например, для парикмахерских это рабочие места, для административных зданий это квадратные метры, для кладбищ это захоронение. То есть у нас этой информации, вот так, чтобы она по видам деятельности была где-то в одном месте, ее нет нигде. Поэтому мы буквально их собираем вручную и вводим в нашу базу данных. И договорная работа с юридическими лицами у нас сейчас идет полным ходом, занимая очень много энергии и сил, и она будет продолжаться, я думаю, еще достаточно продолжительное время. Но в результате мы все равно всех юридических лиц выявим, заключим с ними договоры и будем брать соответствующую плату. А вот в Чебоксарах какой процент юрид, с которыми вы уже заключили договор? Вот можете так, ну, примерно, хотя бы, именно по Чебоксарам? В Чебоксарах, по-моему, около 15 тысяч. Ну, то есть понятно, что большая часть находится именно в Чебоксарах. У нас сейчас заключенных договоров примерно на 2 тысячи. Около тысячи у нас есть заявлений, которые заполнили, мы их сейчас обрабатываем. Наш регион – это одна из пилотных площадок. Мусорную реформу у нас начали внедрять с 1 октября. По всей стране она стартует с 1 января будущего года. Но в некоторых регионах ее внедряли аж с 1 июля. Вот, к примеру, Липецкая область. И учитываете ли вы, и применяете ли их опыт и практику на нашем регионе? Не просто учитываем. Перед началом работы мы выезжали в Новгородскую область, в Нижегородскую область, где 7 региональных операторов. Выезжали в Саратовскую область, где во второй зоне работает региональный оператор. И опыт всех регионов мы взяли на вооружение. Это и позволило избежать массы ошибок, которые мы могли совершить при начале. Ведь, обратите внимание, если сравнить с другими регионами, которые тоже начали работать, у нас все прошло достаточно гладко. Даже несмотря на то, что сейчас появляются какие-то сигналы об отдельных сбоях в нашей работе, эти сбои не носят массовый системный характер, как в других регионах. И, конечно, мы это учли, и именно это и позволило нам внедрить лучшие практики со всех регионов, которые начали работать, избежать ошибок. А как Вы считаете, вообще, насколько была необходима эта реформа, и поможет ли она действительно изменить экологическую обстановку в стране в лучшую сторону? Как показывает мировая практика, чем раньше и жестче начинает руководство регионов относиться к экологии, тем лучше результаты, именно экологические результаты. Реформа, которая сейчас идет и которая переводит на нормативный способ учета отходов и работы с отходами, обращения с отходами, она своей целью ставит как раз в первую очередь подготовку к переходу на раздельный сбор мусора, что в свою очередь ведет к улучшению экологии и нашего региона, и страны в целом. Задача стоит, конечно, очень сложная перед нами. По сути, региональный оператор – это систематизатор инфраструктуры всей системы обращения с отходами. Но мы с ней справимся, у нас другого пути нет. И я уверен, что наш регион будет одним из лучших. Новый принцип утилизации ТКО – одно из направлений работы, другое – ликвидация и рекультивация свалок. Чуваша вошла в число участников федеральной программы «Чистая страна». На рекультивацию пехтулинской свалки выделили 330 миллионов рублей. Более полувека на пехтулинскую свалку свозили мусор из Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. За эти годы накопилось 4 миллиона кубометров отходов. Свалка стала очагом экологических проблем. В прошлом году свалку начали рекультивировать. Сбор мусора в прилегающей территории и придать ему форму кургана. После него, после уплотнения, укладываем геотекстиль. На геотекстиль укладываем газодренажную прослойку из щельня 20 сантиметров, которая по всему телу свалки поднимается в верхнюю точку. На верхней точке находится у нас выпуска, полувыпуску газа. Система сбора и очистки биогазов работает. Сейчас специалисты укладывают растительный слой грунта, куда затем высадят многолетние травы. Технический этап рекультивации на этом завершился. Начинается второй – биологический. Будет потом проводиться наблюдение, мониторинг за газами, свалочным газом, который будет все равно выходить через 30 газоотводных трубок. После того, как анализы покажут положительные результаты, то, что это безопасно уже, значит, будет принято решение о дальнейшем использовании данной территории. Наверное, будут проводиться публичные слушания. Отсутствие несанкционированных свалок, современные способы переработки мусора, налаженная и прозрачная система утилизации ТБО – все это поможет сделать нашу страну и города чистыми. Еще один способ – формирование мусорной культуры. Здесь уже все зависит от нас с вами. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok